Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте, это очередной выпуск программы Все так плюс из цикла «Властители». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые по каким-то причинам, забравшись на самый верх власти, все таки не стали первыми лицами в СССР, а так и оставались где-то на вторых ролях, ну а может быть даже формально являлись лидерами государства, но реально полномочия принадлежали совсем другим людям. Ну и сегодня наш герой Дмитрий Устинов, а наш, это, конечно же, постоянных рассказчиков, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Вы смотрите канал «Ищем выход». Настоятельно рекомендую ставить лайки и подписываться на нас. Нам это очень помогает, и большое спасибо всем, кто это делает. Ну а по ходу программы я буду напоминать еще и о том, как важно помогать нам деньгами. Все подробности в описании. Ну а теперь давайте начнем и начнем с того, что все-таки Дмитрий Федорович, если я правильно помню его имя, фамилию Устинов, он человек не совсем обычный среди наших героев, потому что у него все-таки есть какие-то реальные заслуги, или я ошибаюсь? Ну реальные заслуги скорее в том, что он был настоящий трудоголик и такой вот руководитель сталинского типа, но не потому, что он вел себя как Сталин, а потому что вот о таких Сталин и мечтал, которые спят два часа в сутки, всегда на рабочем месте, лично будут погружаться в любую проблему, лично готовы за нее отвечать. Вот такой вот настоящий сталинский нарком. Ну и вот в нашем случае важно упомянуть, что действительно Устинов бог занятия высшей поста в государстве, потому что формально, когда он занимал пост председателя СНХ, Совета Народных Комиссаров, все-таки такая должность немного декоративная. А вот после смерти Брежнева, а уж точно после смерти Андропова, ну уж точно после смерти Черненко он должен был бы стать руководителем Советского Союза, но просто умер чуть раньше, чем Черненко. Ну подробнее тогда расскажем о судьбе этого человека, который так и остался в истории человека номер два, условным, да, но, конечно же, претендовал на высший пост безусловно. С происхождением, ну как водится, у всех, о ком мы рассказываем вот в последнее время, у него все в порядке, пролетарское. Родился в семье рабочего, то есть, соответственно, всю жизнь можно было в анкетах писать, что сын пролетария, родился в Самаре, многодетная семья, четыре брата у него было, и в 10 лет уже пошел работать. Это он родился в 1908 году, а в 1918 году, это уже гражданская война, вот уже и сам работать пошел. Дальше все не очень понятно, потому что с трудом укладываются, сочетаются, точнее, сочетается его карьера и возраст. Но так как он вот заполнял эти анкеты еще в сталинские времена, так вот потом все это в каноническую биографию попало, хотя и странно, потому что получается, что в его собственной анкете он попал в рабоче-крестьянскую Красную Армию, когда ему было 14 лет. Это было начало, соответственно, 20-х годов, ну максимум 15. С другой стороны, в ту эпоху, когда рассказывали детям, что вот, между прочим, Аркадий Гайдар в 14 лет уже полком командовал, все такая советская мифология, но как-то никого не пугало, не удивляло, потому что получается, что в 14-15 лет он попал в Красную Армию, причем отправили его в Самарканд. Это части особого назначения, такой специфический спецназ, для чего? Чтобы бороться с бандитами. А бандиты — это, соответственно, посмочи. То есть те, кто пытался хоть как-то бороться, вести национально-освободительную борьбу, это если ты с царем сражаешься, тогда у тебя все честно, тебя будут в учебниках почитать. А если с советской властью — нет, это все, это только бандитизм. Так вот, он попал в эти отряды, но получается, что из его биографии, что в 16 лет, максимум в 17, он уже демобилизовался. Вот какие-то удивительные метаморфозы в его судьбе, но это все, тем не менее, у него в биографии, в официальной, причем еще с конца 20-х годов везде попало. Поэтому, ну, приходится, тоже надо оговориться, да, он мемуаров не оставил, никаких, никакого дневника не вел, что происходило в реальности. Сейчас можно только догадываться, и, соответственно, вот придерживаемся такой вот официальной теории. Ну и вот за свое правильное происхождение, так как он еще и толковый и трудолюбивый, попадает в обойму такой вот молодой поросли, который отправляет, соответственно, на учебу, чтобы вот они в советской власти, все вот эти пролетарии получали образование, становились инженерами или командирами. И вот у него так все благополучно сравнительно складывается, потому что он примерно с 23-го года уже учится в этой специальной профессиональной, ну, это как училище, да, сначала было. А там, соответственно, так как вот он такой ответственный, трудолюбивый, то и комсомольская линия пригодилась, он становится руководителем комсомольской ячейки, потом очень быстро вступает в коммунистическую партию. Ну и дальше перед ним, соответственно, открываются все вот карьерные возможности, которые советская власть предоставляла. Если ты правильный, идейный, ничего, не перепутаешь с идеологической направленностью. Но поначалу он, закончив это училище, устроился простым слесарем, что, кстати, потом тоже в биографии в советской, это же очень почетно было, да, в общем, в Иваново-Вознесенске. Ну, оттуда его тоже отправили на учебу, только теперь уже в Москву, в МВТУ имени Баумана. Сейчас это университет, тогда это училище техническое. Ну и, соответственно, раз Москва, то тут еще больше перспективы и горизонты другие совершенно, он там становится студентом и тоже по комсомольской линии. Но в 30-м году, а, в 30-м году это как раз он туда попал, а вот в 32-м году произошло удивительное событие, которое связало Устинова с нашим с вами родным городом, Санкт-Петербургом, потому что весь их курс, всех вот его однокашников отправили в Ленинград, потому что там основали военмех, так называемый, то есть специальное высшее учебное заведение, выпускники которого должны были быть инженерами уже профессионально военными, которые должны были заниматься вооружением, потому что советская власть, она же очень переживала за свою обороноспособность, ведь мировая империалистическая вся эта клика не дремлет, и с конца попытки задушить молодое советское государство, то есть в реальность все наоборот, конечно, Советский Союз готовился на всех нападать, но вот идеологически надо было готовиться к отражению империалистической агрессии, под это появился специальный, сначала тоже институт, сейчас это университет, и удивительным образом этот военмех носит имя Устинова, до сих пор находится в центре города, с технологическим институтом, потом будет показывать, когда иллюстрации, адрес в Петербурге вот такой вот удивительный есть. Ну и, соответственно, в 1934 году он получает диплом образования, это инженер, инженер-конструктор, ну и приступает уже к рабочей, соответственно, своей трудовой биографии, и причем тоже все это в Ленинграде, и идет сначала на работу в институт артиллерийского вооружения, а вскоре в 1937 году он становится инженером на заводе «Большевит», а еще через некоторое время становится директором этого завода, это ему еще 30 лет, нет, причем мы тоже уже объясняли, почему вдруг такая фантастическая карьера, но напомню еще раз, потому что эпоха большого террора, потому что тысячи руководителей, тысячи директоров, тысячи ответственных партийных работников разоблачаются как враги народа, как иностранные шпионы, отправляются в застенки НКВД, где во всем признаются, а потом, если повезет, то в ссылку в концлагерь сталинский, а если не повезет, то расстрел, причем, может быть, прямо там, в подвалах где-нибудь, в Лубянке, а у таких вот молодых открываются безграничные перспективы, то есть каждый раз все вот эти герои наших последних выпусков, они просто занимали чье-то место, когда человека арестовывали и отправляли куда-нибудь там на расправу, и дальше вот следовательный попытный эпизод, который тоже кочует из описания в описание, из учебника в учебник, найти документальное подтверждение сложно, но вот такой устойчивый, то есть, может быть, это просто впоследствии обросло вот такими деталями, похожими на мифологию, а происходит вот что, Тадж-Клайне готовится, это же все советские люди всю жизнь знали, надо готовиться к войне, и вот каким-то невероятным образом для завода большевик умудряются советские власти купить ценнейшее, самое новейшее импортное оборудование, но вот пока волокита, пока цеха не готова, приезжает специальная комиссия из Москвы, что она видит? Оборудование не распакованное, цеха стоят пустые, все это фотографируют, везут с докладом на бюро, показывают все это Сталину, Сталин с негодованием, ну-ка, вызовите ко мне, ведь в представлении Сталина все это должно быть, все должно выглядеть не как безответственность, а как измена, предательства могут быть, как это вот не успели, как это вот только вчера оборудование привезли, не просто так все это, кто за этим стоит, кому это выгодно, не смогли или не захотели, и вызывают, соответственно, на ковер в Москву Устинов, ну для многих это вообще сразу приговор, когда тебя вызывают в Москву, и тут вот как гласит вот этот полу-мех, полу-легенда, приезжает Устинов в Москву и показывает свои фотографии на фотографиях, все оборудование уже смонтировано, все стоит, и рабочие продукции уже выпускают, то есть как будто бы за сутки, ну между фотографиями там как будто разница, в сутки все было сделано. Ну трудно поверить и трудно представить, но судя по всему, что-то подобное произошло, как-то вот оправдал молодой директор завода «Большевик» Устинов, возложенное на него, оказанное ему высокое доверие, потому что Сталин его заприметил, и очень скоро, вот буквально накануне 22 июня 1941 года Устинов назначается народным комиссаром вооружений Советского Союза, тоже взлет карьеры фантастический, Сталин его вспомнил, человек ему понравился, тут правда есть одна деталь специфическая, дело в том, что предыдущего наркома вооружений Ванникова просто арестовали, буквально вот накануне немецкого вторжения, почему? Ну просто тоже подозрение, вот такой паранойя, как Сталин вдруг заволновался, вот по сфере работы, в сфере своей деятельности Ванников, в числе прочего, с иностранцами встречался, ну вот тоже оборудование для производства вооружений, где брать? В дружской Германии, например, это же гитлеровское, все в значительной степени и было оборудование, менялись вот так вот союзники, в конце концов, и Берлин, и Москва до вот июня 41-го года, а раз он там общался, не завербовали ли его? Ну в общем, Ванникова арестовали, а на его место как раз Устиновы и назначили. Тут тоже надо, правда, оговориться, что судьба Ванникова сложилась благополучно, потому что как раз война началась, кадров катастрофически не хватает, людей уже расстреляно, а тут хоть какой-никакой, а профессионал. Его в итоге очень быстро выпустили из тюрьмы, все тоже, как вот это для оправдания выглядит, да, вот сталинских преступлений, разобрались, выпустили, причем просто выпустили, а назначили тоже наркомом, но только не на бывшую должность вооружения, он там некоторым был заместителем Устинова, а наркомом боеприпасов, вот сколько было наркомов. Вообще, выглядит странно, вооружение одно боеприпасов, другое, но вот в этой запутанной системе так все. Прервемся ради того напоминания, которое я обещал сделать в начале, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите способы, которыми это можно сделать, способы разные, способы всякие, выбирайте тот, который вам больше нравится, и помните, что мы очень зависим от ваших донатов исключительно потому, что больше не зависим ни от кого. Вы наш единственный источник дохода, вы единственные помогаете развивать, совершенствовать и расширять наш канал, и большое спасибо всем, кто уже это сделал. Те деньги, которые вы считаете возможным для себя потратить на покупку пресса, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, что и пресса, просто чуть в более свободных условиях. Ну и, конечно, если не получается с деньгами, то ставьте лайки, подписывайтесь, это тоже для нас очень важно. Ну, а мы сейчас возвращаемся в начало войны, где у нас молодой, практически 30-летний нарком вооружений Дмитрий Юстинов начинает как-то проявлять себя. Ну, война-то вообще-то уже идет два года, и Советский Союз в ней активно участвует, нападая на Польшу, нападая на Финляндию, аннексируя страны Балтии, аннексируя Бессарабию, Молдавию, соответственно, это просто в советской историографии, все это какие-то отдельные эпизоды, пока вот с Германией не стали воевать. Но, тем не менее, да, вот июнь 41-го года, и действительно, Устинов оказывается просто вот на своем месте. Это и есть идеальный сталинский нарком. Он почти не спит, потому что, ну, там ему два часа сна где-то хватает, причем, как говорили, там очевидцы, как будто он на ногах, пока переходил с места на место, уже успел подремать. А дальше вот на всех совещаниях он выглядит вполне бодрым, ему хватает вот какое-то удивительное здоровье. А еще он помнит все цифры, а еще он лично поедет, а еще он лично проконтролирует. Вот такой вот, человек, о котором только и мог читать Сталин, чтобы у него все такие были наркомы, и стиль руководства у него соответствующий. То есть, если он, ну, весь день он должен как будто бы быть на рабочем месте, а дальше он вот такой вот еще и сова, спит-то он мало. Ну, что и Сталин любил, Сталин же тоже любил проводить какие-то совещания, собрания, там, глубоко за полночь. Ну, и вот Устинов до конца жизни тоже в этой системе и жил, потому что вот потом он приезжает куда-нибудь глубоко за полночь на какой-то завод. Причем помнит не только директоров, начальников цехов. Важное производство заслушивает доклады от этих начальников цехов. Они никуда не уходят. Они же там все сидят, ждут, пока он придет. Дает им какие-то замечания, что-то комментирует, говорит, нет, надо быстрее все это делать. Лично проконтролирую. А потом где-нибудь там в три часа утра, в общем, это все у него повторялось и в поле последующие времена, говорит, ой, смотрите, товарищи, ведь уже три часа ночи, а вам ведь надо еще выспаться. Так что давайте отправляйтесь по домам, чтобы вы к восьми утра, восьми утра, не к полудню, да, там, выспавшиеся были уже на рабочем месте. Потому что он считает, что два часа, пока они до дома доберутся, пока они там приведут себя в порядок, потом когда они проснутся и приедут на работу, им хватит всего этого времени. И вот он такой и был. И контролировать все это лично. Вот дал задание, да, например, или сам не успевает, отправил заместитель в командировку. Тут, кстати, надо тоже оговориться, что так как человек это был вполне самостоятельный, он не окружал себя бездарями, а как раз таки окружал себя примерно такими же трудоголиками, ответственными, которым можно поручить, которые не испугаются этой ответственности. Ну вот отправляет он куда-нибудь, за Урал, например, человек долетел туда, вот смотрит у стимус расписания, вот он два часа назад как уже приземлился, значит, уже должен быть на производстве вот этой специальной связи, звонит к аппарату, ну что ты там уже успел сделать. И не дай бог человек скажет, да я же прилетел, пока там с полета, пока там гостиница, только сейчас за вот это все, это конец карьере. Должен уже отчитаться. Два часа назад как приземлился, значит, уже должен массу дел переделать, и давай там отчитывайся. А Устинова все помнит. Тут понятно, что Устинова во многих учебниках, я уж не говорю про книги, где восхваляют СССР, превозносят, как выдающегося организатора, как вот такого кузнеца победы. Но мы меряем все другими категориями, потому что первым делом, чем надо было заняться после июня 41-го года у Устинова? Эвакуация промышленности. Это мы в очередной раз повторим. Вот оно, отношение советской власти, отношение большевиков к собственному народу. Не людей эвакуировать, не спасать никого из них. Станки, оборудование, материалы. Вот это все срочно надо вывозить эшелонами. А люди там брошенные с голоду, умирают, неважно. В лучшем случае, может, каких-то специалистов вывезут. И действительно, вот тут Устинов этим занимается, контролирует, где какие поезда, где какие сложные моменты. А если привезли оборудование, чтобы, может, еще не возвели крышу над новыми цехами где-нибудь в районе Урала, а чтобы станки уже стояли и на них делали пули и снаряды. А мы со своей стороны еще раз напомним, что если бы не было помощи союзников, она уже осенью 41-го года стала прибывать из Англии, до конца года уже было почти тысячи единиц бронетехники, в Москве участвовали сначала Британия, потом Америка включилась. Ничего бы не пригодилось всей вот этой вот мобилизационной модели экономики, которую так любят превозносить. И опять-таки непонятно, как тогда к войне готовились все это время. Потому что не рассчитывали, что война будет на своей территории. Думали, что воевать всегда будем, но чужой. Вроде как и завод надо поближе к границе было, соответственно, строить. Но как бы то ни было, хвалят Устинова за то, что он всегда на рабочем месте, он лично все знает, во всем всегда разберется, вооружение торопит, чтобы были максимально, не просто еще, не просто чтобы их было много, а чтобы они еще модернизировались, чтобы были более быстрые самолеты, чтобы была более дальнобойная артиллерия. Разбирается в этом во всем, в числе прочего, он же инженер. А если не хватает каких-то наработок, так у нас, значит, есть шарашки. Ну, это вот такие специальные конструкторские бюро, куда арестованные ранее, как бывшие враги народа, или специально собранные вместе инженеры, где-нибудь по подвалам НКВД, по подвалам Лубянки, должны вот чертить новые схемы, новые проекты самолетов, пулеметов, танков, а мы будем их за это кормить. А они должны оправдывать, оказать им доверие, что их не расстреляли. В общем, понятно, что у такого человека, как Устина, в сердце никогда не могло дрогнуть, нигде он не чувствовал бы себя виноватым. Ну и понятно, что все эти заслуги были по достоинству оценены, никаких претензий к нему, что Сталина не было. И в 46-м году, когда наркоматы заменяются министерствами, какие-то реформы там происходят, становится Устинов уже министром вооружения Советского Союза и тоже вот на своем месте. Почему? Потому что вроде бы война же закончилась, вот надо восстанавливать хозяйство, ничего подобного. Нам теперь надо, соответственно, готовиться к войне с Америкой. А это значит атомный проект, атомная бомба. А лично вот Устинов курировал ракетостроение, потому что ракеты — это вот наше все, нацеленное куда надо. Ну и здесь вот опять-таки как инженер, как специалист, который глубоко будет вникать, вот в чертежах будет разбираться, будет требовать отчетности от тех, кто эти проекты чертил. Тут без конца будут Устинова хвалить, а мы можем только тяжело вздохнуть, потому что вот именно вот в 46-47 году, мы уже рассказывали, да, там упоминали, таким как Косыгин приходилось заниматься проблемами голода, тушенку-то перестали из Америки привозить, советские люди начинают умирать, еды-то никакой нет. А Устинов продолжает оставаться на своем посту, готовить Советский Союз к войне. И вот такое любопытное тоже преобразование 1953 года. Ну, умер Сталин. Устинов никак там поначалу не проявлял себя. Борьба за власть — это был удел более старших товарищей. Молотова, Кагановича, Берии, мы про них про всех рассказывали. Он еще молодой, он очень осторожный человек. Тут тоже, наверное, надо оговориться, потому что вот работая во всей этой системе, он усвоил не только сталинские методы руководства, то есть что, значит, ты всегда должен быть на связи, никогда не спать, а еще ничего не говорить лишнего, даже с семьей, даже его жена, чтобы не знала, куда он поедет, никаких обсуждений. А если вдруг, он почти никогда не болел, но вдруг приболел дома, а что-то важное, к нему пришли, значит, он должен выгнать жену и детей и совещаться только с закрытыми дверями, если вот вдруг такая необходимость возникла. И он такой и был, что вот ничего лишнего, никакой лишней бумажки, поэтому в 1953 году никто и предположить не мог, что там у него в голове. Но произошла другая удивительная метаморфоза, потому что новые советские власти вдруг вспомнили о гуманизме, и пост министра переименовали. Это теперь не министр вооружений, а министр оборонной промышленности. Мы нападать ни на кого, как будто бы так на словах не хотим, просто нам только надо будет обороняться. Что же такое советское лицемерие? И здесь тоже достаточно на долгое время Кустинов, ну не то чтобы как будто бы затаился, но ничем себя буквально не проявлял, пока не обостряются эти отношения среди других высших партийных руководителей, потому что в 1957 году, когда старая большевистская гвардия с Молотовым, с Кагановичем попробовали сместить Хрущева, тут Кустинов, конечно же, Хрущева поддержал как более молодой, как, ну не то чтобы там он что-то понимал, скорее, может, даже интуиция ему подсказала, что время этих таких вот совсем уже механистических сталинистов ушло. И эти заслуги, наверное, в числе прочего и Хрущев мог оценить, потому что в 1963 году Кустинов как раз и был назначен на этот вот пост, который можно было бы трактовать как пост, например, министр, высший хозяйственный пост. Да, это председатель ВСНХ, Совет народных комиссаров, всесоюзного. Казалось бы, вот все ниточки хозяйственной жизни страны к тебе стекаются, но в реальности, как мы понимаем, это все-таки должность была такая, буквально декоративная, уж точно никак не политическая, и принципиальные решения все равно принимали политбюро. Но, как рассказывали современники, Устинов-то изменился, потому что раньше, пока он был наркомом или министром вооружения, у него чуть ли не дверь на распашку, ему всегда можно было прийти с какой-нибудь инициативой, с каким-то важным предложением, с отсрочным делом. Он в любое время суток принимал, на телефон всегда отвечал, всегда пытался вникнуть вот в эту проблему, а вот тут, когда он оказался на таком как будто бы более главном посту, вдруг выяснилось, что этот человек уже нетерпимный, что ли, какой-то грубый такой вот уже становится, потому что он же все по-прежнему занимается вопросами вооружения, или, как это называется, обороноспособности. Причем все в том же стиле, который у него был после 1941 года. Срочно, прямо сейчас, не дожидаясь, пока крышу возведут, чтобы станки уже точили снаряды, и вот на каком-то из таких совещаний кто-то из руководителей, из директоров говорит, я искренне не понимаю, сейчас-то к чему вот гнать, это же будет брак, это будет низкое качество. И вообще зачем? Войны же нет, можно же более спокойно, более ответственно подготовиться, не надо быть в три смены всем. И тут вот Кустина в Покрове, вон отсюда за такое непонимание, мы все время должны быть в таком вот состоянии мобилизации. То есть вот таким вот он стал еще и, ну он там с годами еще больше бронзовел, еще и абсолютно нетерпимо, соответственно. И еще тоже такая любопытная сталинская вот манера у него закрепилась, это что каждый должен отвечать за каждое. Если тебе, не важно какое у тебя образование, есть ли у тебя какие-то способности, что ты об этом знаешь. Но это вот его заместители рассказывали, что в числе прочего нам надо снизить зависимость от Запада, а у нас же бесконечная головная боль и сельское хозяйство. А в числе прочего нужны удобрения. Чтоб не было зависимости от западных удобрений, пусть будут свои. И почему-то Устинов тоже и за это должен отвечать. И он вот там какого-то замысла зовет так вот, поручаю тебе. Говорит, я вообще в химии никогда, я не учился, я не понимаю, не обсуждается. Едешь, занимаешься, курируешь. Ну вот такие вот методы. Ну и заместитель у него в итоге едет и занимается, погружаясь там вот на ходу. Когда есть там какие-то книжки, если способный человек, да, и ответственный. Это во все погружаться. Ну и опять-таки на своем месте как будто бы находятся до поры до времени, может, Хрущев и был им доволен. Но тут вот уже грешат на Хрущева, революторизм там, да, что вот и Хрущев уже не тот, уже не наш добрый товарищ. И методы у него, руководства, которые некоторым-то нравились. А вот лично у Стинова все это было неприятно. потому что вот почему-то, когда Сталин устраивал не просто совещание, да, за столом, где выпивать надо, и там же вопросы решать. Это все можно. Это же вождь, это великий человек всех, потому что отправить хоть завтра в мясорубку. А Хрущев не такой. Тюрьму не отправит, не убьет, ни в чем тебя не подозревает. Поэтому, когда Хрущев пытается застолье устроить, так это неправильные методы руководства, не ленинские принципы. Да еще и вот, соответственно, Устинов-то любит, чтобы вот там по два часа в день все спали и все время только на работе. А Хрущев там в своих этих методах может на охоту поехать, там какие-то вопросы обсудить. Это Брежневу больше нравилось. А Устинову все это было неинтересно, так еще и Хрущев стал как будто бы грубоватый. И здесь опять-таки Сталин мог нахамить, обидеть, даже Молотова на место поставить. Это Сталину можно. А от Хрущева, видите ли, они все очень обидчивые стали. Это все те же самые люди, но вот Сталину можно, а Хрущеву нельзя. И, соответственно, там какая-то выставка вооружений, ходит Хрущев в скверном настроении, что-то ему не нравится, то ли танк, то ли какая-то ракетная установка. Да, Устинов, где он тут? Это что такое? И вот неприятно это все Устинову, что и уважения нет, и почтения, и поэтому, когда заговор созрел против Хрущева, в этот раз Устинов, конечно же, примкнул к заговорщикам, но он был хорошо с Брежневым знаком, потому что Брежнев руководил Днепропетровским филиалом коммунистической партии, там строилось крупное новое военное производство, это без конца, это всю советскую власть надо было создавать военное производство. Соответственно, Устинов, как человек ответственный, кто-то без конца приезжает, а взаимодействовать надо, конечно же, в том числе и с местной партийной властью, потому что кто у нас главный, от кого получать ресурсы надо, чтобы все было в первую очередь не домашние жилые строить, завод над военной. Ну и они как-то с Брежневым там нашли общий язык, и в итоге примкнули к заговору по свержению Хрущева, и здесь вот после 64-го года, ну опять-таки остается на своем посту курировать все вооружение Устинов, но вот тут произошел удивительный сбой, он и секретарем стал наконец-таки Центрального комитета, причем тоже по вопросам вооружения, ну или там, как они это называли, по оборонной промышленности, и кандидат в члены Политбюро наконец-таки стал, и вдруг вся эта история остановилась практически на 10 лет. Что такое? Трудолюбивый, маньяк, ответственный, все можно поручить, а потому, что он поехал с делегацией советской во Вьетнам, а там, видите ли, слишком близко сошелся с товарищем Шелепиным. Кстати, вот мы, наверное, должны будем про него рассказать, но по хронологии может быть логично, потому что Шелепиных всех пережил, а сюжет в том, что Брежнев почему-то очень боялся не только Брежнев, что Шелепиных всех посидит. По моменту они как могли, это был более молодой человек, очень энергичный, продвигался по Кусомольской линии, не успел поруководить КГБ, и здесь вот Брежнев видя, как, например, сместили Хрущева, как Хрущев боролся с другими членами Политбюро, почему-то этого Шелепину очень боялся, надо бы тогда подробнее рассказать, а тут вдруг Устинов с ним ходит, улыбается, чуть ли не в обнимку, и вообще, что это они в Вьетнам поехали, а что там они обсуждали, вот в этой командировке, оказавшись вдвоем, без присмотра, и, соответственно, ну, Шелепин-то в итоге Брежнев раньше всех отправил на заслуженный отдых, на пенсию, самого молодого, а Устинов как будто остался в таком полуподвешенном состоянии, то есть ты так и руководишь, курируй, соответственно, весь оборонный комплекс, но так и будешь оставаться 10 лет в статусе кандидата, а не члены Политбюро, такая вот второстепенная, неприятная, как будто бы роль, ну и здесь вот 10 лет это надо было Кустинову терпеть, причем более того, там очевидцы рассказывали, что и Брежнев стал грубоват, поначалу-то он после 64-го года был же еще крепкий, он просто очень быстро стал сдавать вот где-то с середины 70-х, просто вообще в развалину превращаясь, а до этого такой энергичный, да еще и мог где-нибудь там полушутку, полузло сказать таким, как Кустинов, да какие вы политики, вы хозяйственники какие-то, а вот политика, налаживать отношения, вот выстраивать какие-то цепочки взаимоотношений, с кем дружить, с кем ссориться, за рубежом, откуда вам все это знать, вот хозяйством своим и занимайтесь, вот тут вот Кустинов вроде как опять перестал обижаться, только на Хрущева сердился, в заговорах уж точно ни в каких не участвовал, хотя, как тоже рассказывал один из его заместителей, на каком... Подождите секундочку, давайте здесь вот на этой ноте подвесим интригу, сделаем небольшой перерыв и вернемся через пару минут, я напомню, что это канал «Ищем выход», программа «Все так плюс» и цикл властителей, а тех, кто на самой вершине власти все-таки всей полноты ее так и не вкусил. Далеко не уходите. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день Канал «Ищем выход». Зима закончится. Заверяю вас, дорогие товарищи, что, как и прежде, я буду все свои силы отдавать служение родной партии советскому народу, бороться за процветание отчизны, за торжество коммунистических идеалов. Все так плюс. И еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте нам, пожалуйста, лайки. Нам это очень нужно. Подписывайтесь на наш канал и обсуждайте все, что вы здесь увидели и услышали со всеми, с кем вы считаете нужным, это обсудить. Мы продолжаем рассказывать о Дмитрии Устинове, о человеке, который отвечал за вооружение СССР в течение очень долгого времени. И вот сейчас как раз на этапе его карьеры при Брежневе, когда эта карьера остановилась, вот на этом этапе остановились мы. Да, отвечал он, конечно, не за вооружение, а за оборону, за оборонную промышленность. Только почему-то для обороны нужно было иметь больше всех танков в мире, больше всех стран вместе взятых с их танками. Вот у нас должно быть еще больше. И тут как раз-таки как технарь же Устинов, то есть вот он не какой-нибудь там Буден или Ворошилов, что вот, главное там идейный дух. Нет, тут вот он все понимал. Танки, причем современные танки, ракеты, современные ракеты, без конца, модернизация, но это все почему-то оборона. Так вот, здесь специфические тоже происходят вещи. Это рассказывают заместители. Мы на каком-то этапе приходим и говорим. Дело в том, что Брежнев-то ну видно же плохо говорит, плохо ходит, там уже происходят какие-то изменения, даже вот такие формальные, мы уже тоже это не раз упоминали, чем все занятые члены полетбюро, помимо прочего, они друг друга без конца провожают и встречают, все еще по телевизору показывают. И здесь на каком-то этапе самолет подруливает уже прямо вот к зданию аэропорта в Москве, потому что Брежнев, получается, и 100 метров уже не пройдет, может упасть. Все же это на камеры попадает, видно, что он еле живой, ну и вот как будто заместители приходят к Устинову, так и так, надо с этим что-то делать. Ну человек Устинов, конечно, бдительный, внимательный, так, кто вас направил, никто не направил, кто это придумал, никто не придумал, сами все видим, с чего вы все это взяли, вот, вот даже вот папка там с какими-то документами про здоровье, все это не секретно, все это вот очевидно, а мы все за Советский Союз переживаем. А Устинов ему и говорит, так, Леонид Ильич, это наше знамя, это человек номер один, он верен ленинским принципам, а вот эту папку немедленно сжечь. Ну и опять-таки, человек старой закалки, сталинской, да, ты ж не поймешь, может тебя проверяют, может тебе к тебе Брежних их прислал, а может не Брежних, а мало ли что. Поэтому вот до конца максимальная осторожность, никаких заговоров, ни на что мы не попадемся, не поведемся, всем себе пересидим. Тем более, что здоровье у него, ну и ему казалось, и вроде бы ничего не подводило, оно никак, болел он крайне редко, быстро вставал на ноги, и даже вот находясь уже в таком вот немолодом, откровенно пенсионном возрасте, все равно умудрялся спать там по 3-4 часа, да и то, вот тоже как рассказывали, то, что он уехал с твоего завода или с какого-то важного совещания, ничего не значит, потому что он доедет до дома, доберется до телефона и давай звонить. Так, вот этот вопрос еще мы не обсудили, или вот пока я ехал, я вот понял, что вот здесь вот надо вот пристальное внимание на эту тему обратить, поэтому надо всегда быть на связи, там даже доходило до некого лукавства, потому что кто-то вот из его заместителей или руководителей крупных производств так организовывал, чтобы у него телефон находился не только по месту работы, а дома, да еще и на даче где-нибудь, чтобы всегда вовремя снять трубку, звонить Кустинов, да-да, конечно-конечно, я никогда не сплю в любое время, и ночью, чтобы лишь бы твой начальник был доволен, ну вот стиль руководства у него такой, выпить с ним невозможно, на охоту он не ходит, приходит, соответственно, работать, а еще и во все погружается. И здесь вот, наконец, в 76-м году происходит счастье для Устинова, там Гречка еще умер, министр обороны, его предшественник, ну кого еще назначить? Человека, который в вооружении лучше всех разбирается, который трудоголик, звание генерал-полковника мы удали еще в 45-м году, тоже странное дело, воевал он когда-то красноармейцев, 15 лет, все, то, что вообще никакого военного образования не имеет, никогда даже отделением не командовал, ну уже генерал-полковник, а тут вот он становится и министром обороны, поэтому вот могут защитники Шойгу сказать, ну и что, что Шойгу ни дня в армии не служил, ничего не умеет, а вон какой уже там самый главный генерал и маршал, а вот Аустинов что, Аустинов что ли служил? Ну отличались они все-таки, отличаются, конечно же, Аустинов-то точно был глубоко погружен в свою систему, потому что вот он если отвечает за вооружение, а он еще же тоже как прагматик, не должно быть никакой монополии среди конструкторских бюро, пусть они рисуют нам разные проекты, если мы решили ракетам модернизировать, или систему ПВО, что угодно, пусть вот разные КБ между собой соревнуются, но дальше же начинаются интриги какие-то, вот произвели они какие-то образцы вооружения, вот они их показывают, и каждый защищает, а у каждого свое лобби, соответственно, или какие-то громкие титулы, и дальше происходили, ну к нам бы ситуации могли показаться абсурдными, потому что все это обсуждение затягивается, и надо брать на себя на каком-то этапе ответственность, что вот вашу ракету будем делать, а вашу ракету делать не будем, чтобы ракеты с ядерной боеголовкой, разделяющейся на другой континент, уже что, вот чем заниматься, не сельским же, хозяйством, а в итоге могло так получиться, что оба проекта запускались, и Кустинов объяснял, это же тоже конкуренция сохраняется, и есть у этой ракеты свои преимущества, а у этой свои преимущества, вот это, например, ракета, она может даже после ядерного удара запуститься, а соответственно, ракета-конкурент, у нее там точность попадания в Польшу, это пусть оба проекта будут, и все бы ничего, если бы это все не ложилось кошмарным, тяжким временем на бюджет, это все чудовищно дорого, это отнимает колоссальные ресурсы, война вроде никакая не предвидится, а вот это, а бюджет все время растет, а танков надо все больше, а еще надо все более новых танков, все больше, и они все дороже становятся, а у Стенов, ну вот за что его, если его прикали, страшно далек, если бы не поручили этим заниматься, значит, вот так и все и будет, ну и про это, соответственно, есть такое гипотетическое рассуждение, вот если бы его назначили бы по какой-нибудь по гражданской части, что вот если бы он отвечал бы за какую-то легкую промышленность, может быть, он действительно бы покончил с дефицитом, может быть, делали бы ботинок качественных, в два раза больше, и не было бы дефицита с синтепоновыми куртками какими-нибудь, и все было бы хорошо, и пыжиковых шамок на всех бы хватало, и в магазинах все было бы завалить, особенно сельское хозяйство, но вот только он занимался вооружениями, и в этих вот генеральских интригах все-таки умудрялся еще как-то участвовать, ну как участвовать, очень трудно было к нему придраться, потому что он в теме очень глубоко, а став, соответственно, министром обороны в 1976 году, он стал еще пуще прежнего всех остальных генералов изводить, генералам было страшно обидно, потому что он-то не служивший, не воевавший, в отличие от них, он не может сказать, вот помню, форсировали мы Днепр, ну или даже Брежнев мог рассказать, как он там где-то вот на малой земле как политработник, но неважно, полковник на передовой, слышим налет, а я им говорю, не бойтесь, товарищи, а Устинов нечего рассказать такого, а его ничего это не коробит, более того, из-за своей должности он стал маршалом Советского Союза, а маршалов было три категории, был просто маршал рода войск, маршал там, например, бронетанковых войск или маршал авиации, потом, соответственно, чуть выше него главный маршал, то есть главный маршал авиации, а у него в подчинении еще несколько маршалов, а над ними, над всеми, высшая должность это только маршал Советского Союза, но это тоже был не один, их несколько было, но выше только генералиссис, вот-вот даже Брежнева не решились, хотя обсуждали это все, соответственно, и здесь вот этот вот человек Устинов вызывает к себе разных маршалов и давай там их изводить по поводу новых вооружений, по поводу, ну как-то все выглядело так, что эти генералы, многие из них, которые прошли Вторую мировую войну, как им казалось, заслуженные, которые сами всех в страхе держат у себя где-нибудь в своем ведомстве или в своем округе, а тут начинает спрашивать Устин, соответственно, так, вот вам поставляют новые ракетно-артиллерийские системы, как вам характеристики, а генерал не помнит, вот на память, маршал даже, не маршал, не помнит, какие-то цифры, вес там, разгонная скорость, может быть, снаряды, еще что-то путается, примерно говорит, а тут Устинов злится, иди учим отчасти, значит, вот чтобы через день пришел и все от зубов, чтобы отскакивало, какое тебе поставляют новое чудо оборудование, ты даже не в курсе, как это все было неприятно и гадко, маршалом, а не каким-то генералом, но тут, правда, были у него своеобразные защитники, правда, скорее среди таких вот технократических родов войск, потому что, если это авиация или система ПВО, где действительно нужны технологии, если еще и командующий хоть немножко разбирается, это значит, к Устинову можно и обратиться, что вот отстаем мы от наших вот потенциальных противников в реалистических вооружениях, надо бы нам вот тут вот побольше технологий, подальше дальности, или чтобы получше там системы РЛС определяли, время подлета, и тут вот с Устиновым конструктивно, а вот это общеармейское, вот пехотное, условно говоря, которым же главное, что, парады, чтобы вот все как на параде, чтобы любой рядовой выглядел вот таким бодрым, жизнерадостным и маршировал, и вообще военно-стровая подготовка, что еще надо? Главное, чтобы безропотно без опинки мог прекращать службу Советскому Союзу и в атаку его бросить. И тут Устинов вот тоже надо отдать должное, говорил, это все понятно, а еще надо, чтобы у него была надежная связь, а еще надо, чтобы у него был безотказный автомат, что там у вас с материально-технической частью ужасу этих вот опять-таки слившихся на него генералов и маршалов. Но как бы то ни было, вот на своем посту сидит он, занимается, опора на технику, но, наверное, еще отдельно оговориться, потому что все-таки вот та доктрина, которую придумал, ну не то чтобы придумал, там очень многие вещи произошли как раз-таки при власти Устинова, ну, например, тогда и появился так называемый ядерный чемоданчик. Сначала-то ядерное оружие было просто, вот на нас нападут или мы задуманы на кого-то напасть, ну и друг в друга нападаем. А здесь вот эта вот доктрина, что мы должны будем успеть ответить, вот мы видим, что ракеты взлетели, да, из Америки, значит, мы свои запускаем, но в системе принять решение, должен быть такой специальный чемоданчик с красной кнопкой. Это все условно, это все еще и технологии, все это при Устинове появилось. А если что, а если вот вдруг, а должны быть и планы какие-то у нас. И здесь эти планы были в конце 70-х годов проработаны, они известны, и это бронетанковые удары по всяким нашим потенциальным врагам, по американским базам, которые находятся на территории ФРГ, например, да еще и с территории ГДР, где и должны быть колоссальные силы накоплены, чтобы каждый распоследний лейтенант сдал, что и когда, и где ему делать, чтобы не получилось, как при Сталине, когда 22 июня и ничего не сработало. А вообще система оказалась точно такая же, что мы, конечно, будем воевать на чужой земле и побеждать, конечно же, несчастливостью. И всем вот этим Устинов очень ответственно занимался. Ну и вот, соответственно, Брежнев дряхлеет, там конец уже 70-х годов, а Устинов ничего такой, бодрячок, без конца ездит по командировкам, легко и бодро говорит, по-прежнему мало спит. И вот он уже не просто член политбюро, а так называемое малое политбюро, когда вот там буквально 5-6 человек, которые принимают принципиальные решения, а потом уже до остальных членов политбюро их доводят иногда просто заочно. Если там член политбюро, какой-нибудь секретарь обкома, Ленинградского, Романов, его лишний раз и в Москву даже не позовут, давай там, тебя поставили в известность, а ты там издалека свою подпись поставь, никто твоим мнением не интересуется. Вообще-то, ну может и про Романов потом расскажем, что кое-кто и его видел преемником вместо Тербачева. Ну так вот, а здесь Устинов, конечно же, вот в этом узком круге, который, кстати, и под конец жизни Сталина тоже сложился, пока что не обсуждается, кто будет преемником, но вот кто-то из этих людей и должен был бы быть. Но в этот узкий круг входили и Андропов, и Черненко на том этапе. Ну, понятное дело, Устинов, там еще немножко чередовалось, и Брежнев, стареющий, который же плохо говорит, все эти видео хорошо известны, но не забывает целоваться с другими мужчинами при встречах, как это сейчас вообще показывать, телевизору страшно представить. И здесь вот тоже зловещее, соответственно, решение, роковое, может быть, даже для Советского Союза. 79-й год, надо что-то делать с Афганистаном, и здесь Устинов был очень оптимистично настроен. У нас такой колоссальный военный потенциал. Идеологически мы же всем объясним, что мы оказываем братскую военную помощь братскому народу, который хочет встать на социалистический путь развития, а ему немножко мешают какие-то бандиты, душманы, босмачи. А вот у нас тут, кстати, Устинов когда-то с босмачами боролся и успешно зачистили Среднюю Азию, поэтому сейчас буквально 2-3 месяца все будет надежно, все будет под нашим контролем, будет у нас еще вот одна такая надежная территория, что-то типа Болгарии, под нашим присмотром. И, конечно, Устинов за вот-вот ограниченного, как любили повторять, да, контингента в Афганистан воинов-интернационалистов, ну и вот последующие события, как раз вот очередная годовщина, это каждый раз конец декабря, когда вот войск, ну и вывод последних примерно на это же время, уже в 89-м, пришелся, потому что не получилось ничего, были потрачены колоссальные ресурсы, более 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли, а даже никогда не могли целиком контролировать территорию Афганистана, а ресурсы были потрачены, угроблены такие колоссальные, что когда справку эту в итоге для полетбюро подготовили, потом тут же сразу засекретили, потому что это гигантские суммы, теперь, правда, в наше время снова все это безумие повторяется, ну, раз Советский СССР распался после вторжения в Афганистан, тут все просится, что вся эта путинская империя после вторжения в Украину тоже должна быть обречена на распад, но Устинов, в общем, зловеще к этому, соответственно, присоединился, а мы рассказывали, что был там один только средних здравомыслящий, Косыгин, к которому не прислушались, а он причем говорил не то чтобы как пацифист, а как экономист, мы не потянем, мы надорвемся, высота к экономике едет живая, а последствия были вот тоже, вот сейчас это тоже особенно актуально, потому что Соединенные Штаты мгновенно ввели санкции, например, зерно перестали поставлять, любые технологии было запрещено Олимпиаду, не приехали, не приехали к этому буржуазии, то это ладно, это можно было бы пережить, а без технологий, без нормальной торговли, тем более, это же у нас буржуазия нефть и покупает, когда все это начинает обрываться, так это еще тяжелее отражается все на экономике, а потом почему-то в магазинах толпасы-то уже нет, дефицит становится таким тотальным абсолютно, никакой Устинов уже помочь не может, но в нашем случае любопытно, что вот Брежнев-то все, не жилец, 82-й год, и Брежнев, совершенно вот уже состарившийся, умирает, и здесь, конечно, у Устинова были все шансы, чуть-чуть проявить большие решимости, где-то подтянуть союзников, это всегда очень важно, этот Советский Союз как-то умудрился напасть на Афганистан, не то чтобы, ну, там, понятно, международная изоляция, а твои страны-сателлиты, которые, кстати, тоже частично осуждали неправильно, хотя бы с Китаем надо было договориться, так и Китай осудил, потом Китай начинал помогать душманам, вот как так можно было подготовиться к вторжению, которое никакой не Блицкриг, а затянулось, и как все похоже, да, вот, кажется, сейчас Блицкриг, Киев за три дня, ничего не получается, ну, так вот, а здесь смена власти, и Устинов очень осторожный, и Андропов возглавил, соответственно, Советский Союз, но и Андропов старенький, уже еле живой, плохо себя чувствует, и вот тут, наверное, Устинов уже предвкушал, что вот я-то уж точно должен буду занять после того, как Андропов уйдет с высшего поста, но тоже опять очень осторожный, Андрик этих боится, это министр обороны, вроде него в подчинении, все, но вот Горбачев впоследствии рассказывал, что когда и Андропов умер в 1984 году, то вот лично Горбачев Устинов его поддержал, потому что это хотя бы реальный руководитель, ну как, можно с ним что-то обсуждать, потому что еще один потенциальный кандидат Черненко, он же тоже еле живой, плохо говорит, вот просто вот как будто из госпиталя привезли маразматика какого-то для гонок на лафетов очередного, но может быть Устинов, который чувствовал себя еще таким подрым, крепким, думал, ну я еще и Устинова пересижу, а потом уж вот так вот плотненько сядем, здесь проживу, и не успел, все-таки Черненко прожил чуть дольше, чем Устинов, буквально там может быть на три месяца, но дальше уже начинается конспирология, это вот каждый раз мы упоминаем, потому что не может такого быть, чтобы человек сам по себе умер в 76 лет, особенно если он был бодрым, на самолетах летал, в больницах почти никогда не лежал, а там еще сходятся некоторые факторы удивительные, потому что в сентябре 84-го года летит товарищ Устинов на учения в Чехословакию, братские учения, у нас же варшавский блок из социалистических стран, ну вот как-то там учения изобразили, потом значит надо подводить какие-то итоги, почему-то для этого надо было забраться на горы, там подул сильный ветер, всех продуло, все простыли, заболел, в числе прочего Устинов, но вроде как на ноги встал, кто-то конца не оправился, а мистика в том, что почти одновременно, ну Устинов скоро умер, сейчас уже до этого доберемся, но почему-то умер еще и министр обороны Чехословакии, а почти сразу министр обороны ГДР, там все сходится, соответственно, значит это же служба, какую-нибудь ЦРУ, специально яд какого-то подсыпали, а может быть вот предатели польские товарищи, потому что у них там уже тоже вот весь вот этот вот, ну не то чтобы сепаратизм, хотят сами без контроля Москвы, решение принимать в солидарность и ничего поделать не могут, но это все тоже покружаться не будем всерьез, это все, потому что есть в книгах про это, как Устинова отравили, что я где-то, как сходится, но произошло вот в его случае такое совсем драматическое событие, потому что он же очень упрямый, еще он так и говорил, я человек сталинской закалки, я себя хорошо чувствую, сейчас вот отдышусь немножко, сейчас вот пересижу и снова, потому что там происходит какое-то важное совещание, общевойсковое, высший командный состав, а кто будет с главным докладом, конечно же, товарищ Устинов, поднимается в трибуну, им прямо на трибуне стало так плохо, что все эти переглядываются вокруг, а если там трансляция еще какая-то идет, а он сейчас упадет, и надо как-то вот срочно организовать, там перерыв там, объявить, чтобы как-то под руки его куда-то там повезти, тут же спасительная какая-нибудь машина, у нас же есть такой главный советский медик Чазов, который там любого откачает, с того света вернет, и в общем за жизнь Устинова боролись лучшие советские медики, там бригада 20 человек в сутки, как могли, все старались предотвратить и не спасли, вот для конспирологии все сходится, дело врачей, убийцы в белых халатах, но это не так, конечно же, и Устинов не дожил все-таки до того дня, когда другие члены Политбюро после смерти, соответственно, Черненко сказали, ну вот, остался у нас один, такой вот достойный, правильный, проверенный, со сталинской закалкой, это, конечно, товарищ Устинов, и тогда бы мы про него и не рассказывали, если бы он еще несколько месяцев дольше прожил бы и стал бы руководителем Советского Союза, а умер он в декабре, соответственно, 1984 года, в 76 лет, ну и чтобы завершить рассказ о нем, немного про семью, потому что четыре брата я уже упомянул, а один брат был репрессирован при Сталине, вот как это должно было отразиться на Устинове, вступаться за брата, старшего, который тебя, может, на ручках носил, который когда-то о тебе заботился, или отречься от него, ну еще один брат у него на гражданской войне погиб, ну и все это отразилось очень специфически, как мы рассказывали, что он даже при жене ничего лишнего не говорил, а жену он пережил, тоже вот утрата, и дальше у него в семье все сплошь, какие-то недоразумения, сын алкоголик, не женился толком, ну вроде как в итоге пить-то бросил, стал пить только боржоми, но стыдно лишний раз за такого сына, вроде было все получше с дочерью, и творческая была, а у него какая-то болезнь, паралич щенок перестала ходить, все это при жизни, соответственно, у Стинова, несчастье, ну вот поэтому его утешением под старый след были два внука, у него два внука, дочь вышла замуж, и соответственно линия Устиновых по женской линии продолжилась, и тоже вот такой вот парадокс, потому что у его внука фамилия Немцовы, это не родственники Бориса Немцова, но вот такая специфическая ирония, ну а сейчас можно соответственно перейти к иллюстрации. Да, я только напомню нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать, зайдите, пожалуйста, в описании нашей программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Самый простой это, конечно, перевод по номеру мобильного телефона, но можно и подписку оформить, и криптовалютой заморочиться, это как вам позволяют ваши навыки и ваши предпочтения, что вы больше хотите, то и выбирайте. Самое главное, что все деньги, которые вы пожертвуете, в конечном итоге пойдут на развитие и продвижение нашего канала, на то, чтобы мы были больше, шире, чаще и интереснее. И те деньги, которые вам не жалко отправить на прессу, потратить на газету или покупку журнала, вы можете отправить и нам, потому что у нас все пойдет в дело. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает, мы исключительно на ваше пожертвование существуем, ну и если не получается сделать пожертвование и вступить в ряды наших помощников, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Ну и начнем про Дмитрия нашего Федоровича Устинова, вот такой вот бодрой фотографии, здесь организаторы производства и конструкторы арт-вооружения, при этом половина в погонах и половина в штатском. Ну в штатском, как раз таки слева внизу, это и сидит нарком вооружений товарищ Устинов, уверенный в себе, человек, руководитель, который оправдал, оказано ему высокое доверие, начинаются у него награждения, тут, кстати, я не упомянул, его еще орденом Ленина, соответственно, в ту эпоху наградили первым, а в итоге у товарища Устинова оказалось 11 орденов Ленина, и в этом плане он с ним мог конкурировать только еще один товарищ, Николай Патоличев, который тоже получил 11 орденов Ленина, ну как поручил, вручили, кто это такой, это же фамилии вообще там полузабытые, это больше, чем у Брежнева, у Брежнева, по-моему, только было 8 или 9, и у всяких остальных заслужений... Слушай, ты на улице же сферы, он тоже за оружие отвечал. Нет, нет, это был министр внешней торговли, и поэтому, наверное, даже члены политбюро, пытаясь как-то вот с ним наладить отношения, может, джинсы как-нибудь достанет, может, сигареты Брежнева привезет. Ну я шучу, конечно же, ну что только у него, кроме Устинова, еще было 11 орденов Ленина за всякие заслуги. Ну в общем, вот тогда он стал получать первые ордена, и тут просто вот следующая фотография уже, он же совсем молодой, это вот еще война не закончилась, а уже генерал-полковник, а уже весь в орденах за выдающиеся заслуги. Ну потом, конечно, там все в порядке у него, целый иконостас был, с орденами, на кителе все подряд не помещалось, тем более, что кроме всех советских, а советские еще и по многу раз, а еще же ордена братских республик, а еще высшие ордена Монголии, Польши, Болгарии, ну и потом все блестит, все ярко. Ну и здесь вот, соответственно, вторая фотография, это Устинов, уже вот еще молодой совсем, а уже генерал-полковник, а никогда никем не командовал, а никогда ничему не учился. А вот так, раз нарком, соответственно, полагается ему и военное звание. Все это, возвращаясь к старинной табеле о рангах Петра Первого, когда какой-то, соответственно, гражданский чин должен соответствовать в параллель какому-нибудь военному. А еще и по меркам Сталина любой должен переходить, на что тебя назначили, зато и будешь отвечать, неважно, что ты раньше ничего про это не знал, будешь втрадать вечером заниматься, и Устинов тут, конечно, идеально соответствовал. Ну и так вот по этой полувоенной части шел, полугражданский полувоенный, я там уже следующую фотографию выбрал такую, эта фотография уже гораздо более поздняя, это он уже министр обороны, Устинов уже в таком привычном облике немолодого человека в очках, но тем не менее полон сил и энергии. Маршал, маршал Советского Союза, да, и тут мне просто понравилось, что это же такая понятное дело пропагандистская фотография он среди десантников, а десантники рядовые, вот солдат и маршал Советского Союза. Вот мне так не повезло в Советской Армии, когда я служил, не хотели со мной маршалом фотографироваться, даже распоследний генерал никакой, нет у меня таких фотографий. Естественно, что постановочная фотография, потому что тут два на первом плане, а дальше смотрите, какие номенклатурные лица. Там дальше тоже маршалы и генералы все, да, и вот так потом все где-нибудь в журнале Советский Воин опубликовать, вот у нас какое единство армии народа, маршалов и рядовых, понимаешь, все это профанация, сплошная тем более, ну ладно, вступимся за Устин, потому что действительно когда-то был рядовым в этих частях особого назначения в Самарканде, ну хоть что-то, может быть, представляет из солдатской жизни. А Шойгу, это что такое? Как вот он себе представляет жизнь солдата? Ну вот, ну а дальше там просто уже любопытная такая цепочка кадров, это вот, соответственно, Устинов, но он совсем не успел фотографироваться с Хрущевым, я не нашел, а вот Устинов и Брежнев, да, вот такие вот два близких товарища, соратника, причем Устинову пришлось 10 лет ждать, пока Брежнев перестал его подозревать в потенциальной измене и все-таки сделал такие члены полетбюро, ну Брежнев такой, может быть, даже более коллективный, потому что Брежнев вот так вот кулаком по столу стукнуть, вот я подумал и решил, это все не его методы были, но тем не менее, смотрите, какие вот геронтократы старенькие, а все вот во власть насмерть вцепились и, соответственно, с властью можно расстаться. Надо сказать, Устинов выглядит гораздо лучше Брежнева. А он постарше Брежнева, то есть, тем не менее, вот, да, покрепче и поздоровее оказался. Ну, соответственно, дальше Устинов и Андропов, он и Андропова тоже постарше, ну и здесь вот тоже все где-то такие протокольные фотографии, да, на трибуне, Мавзолей опять-таки оставил бы воспоминания, мы бы хоть знали, как он к Андропову относился, должен был бы с подозрением относиться и с недоверием, но как-то вот друг друга они там все терпели, Андропова он явно, наверное, не рискнул бы подсиживать, а вот следующий персонаж, которого он не препятствовал, соответственно, да, чтобы Черненко стал генеральным секретарем, лидером Советского Союза, но, наверное, просто был уверен, что, ну уж Черненко-то точно не жилец, уже явно еле живой, плохо говорит, плохо ходит, почти весь срок своего управления пролежал в центральной Кремлевской больнице, а дальше я крепкий, вот на учение езжу, командую там всеми, ну и вот придет и мой, соответственно, черед и ошибся, но успел, соответственно, попасть на такую вот протокольную фотографию Устинов и Черненко. Да, ну а дальше у нас по традиции место в Петербурге и военмех, он действительно до сих пор именю Устинова. Удивительно, ну заслуги тут, конечно, сомнительные, но это все адрес Красноармейская, прости господи, название-то так и осталось, бывшая улица Рот, да, Красноармейская номер один, первая Красноармейская, дом номер один, рядом с метро технологический институт, но вот корпус, который на фотографии, это все специально пристроенные, это же центр города, учебные корпуса, чтобы там вот студенты учились делать самое передовое вооружение, но, судя по всему, чего-то не получается с передовым вооружением, с передовыми технологиями и имя Устинова не спасает. Ну и вот, соответственно, будете проходить, вот можете посмотреть, потому что там когда-то Устинов и учился, впоследствии все это курировал, очень переживал, чтобы были у нас передовые конструкторские бюро, и чтобы они между собой конкурировали, и самые-самые лучшие были ракеты, советские танки, были самые лучшие вертолеты, и не получилось ничего. Потому что на этой политической системе стоит скорее просто социализм. Ничего не поможет без капиталистической конкуренции, вся эта социалистическая конкуренция, как конкурировали «Жигули», «Запорожцы», «Волга». Ну, раз там могла получиться конкуренция за покупателя, это, конечно, поэтому все это не работало. Заканчиваем «Все так плюс» на этой ноте, и напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», а мы продолжим на следующей неделе рассказ из тыкловластителей о тех людях, которые достигли самой высокой ступени, но все-таки всей полноты власти так и не получили. Мы, это петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Максим, всего хорошего, до свидания. Всего доброго, до свидания. Все так плюс.